Друзья, всем привет! В этом видео мы обсудим главные фишки грядущего обновления 7.5, так что запасайтесь чаем с печеньками, прожимайте лайки, ну а мы начинаем. Итак, думаю многие уже столкнулись с проблемой в клановых БЗ, когда награды вроде бы есть, а забрать все нельзя. То есть я главное потел вместе с кланом, чтобы забрать недельные награды и даже видел как шкала полностью заполнилась, но нет. С данной проблемой уже столкнулись многие игроки и мой клан в том числе. Я решил не ждать, забрать хотя бы часть наград. Разработчики уже в курсе и обещали всем, кто забрал меньше положенных наград, все будет начислено в течение нескольких дней. Так что не унываем, все вернут в нужном количестве. А вот самую фановую ЛТшку 10 уровня, а именно Шеридан снова ждет нерв. Не опять, а снова. И на этот раз нерв коснется не только пробития или дальности полета ракет. Теперь Шеридан навсегда лишится своих ракет и взамен получит кумулятивные снаряды с пробитием 310 мм и разовой альфой 490 за выстрел. Да, не такого я ждал окончания года. Вот честно, 2020 год, ну может хватит, а? Нет. Ну а для тех, кто хочет получить немного халявной голды, пока точно неизвестно, или 2500, или 5000, советую как можно скорее до обновления 7.5 вкачать в Шеридан себе в ангар. Покупать не обязательно, главное исследовать. И тогда вам будет начислен еще один коллекционный Шеридан, который сможет запускать ракеты. Вот только чисто в фан-режимах, по типу Mad Games, Возрождение, Выживание или реалистичные игры. Для меня это далеко не самая приятная новость. Кому интересны мои мысли, на этот счет можете чекнуть прошлый ролик. Особо заострять внимание не хочется, но, как говорится, помянем. Мне кажется, разработчики знали, что будет все именно так и дали поиграться птурами всем чисто на время, примерно на один год или даже чуть меньше. И буду делать все, чтобы батчат стал более популярным в рандоме. Вот стопудово. Ведь лично для меня он на третьем месте после Вискоса и Шерика. Ну Вискос это ЛТ 10 уровня Британии, ну кто не понял. Идем дальше. У американского среднего танка М60 будет увеличена толщина брони ВЛД до 115 миллиметров. Плюс броня во лбу башни будет апнута до 185 миллиметров. Не могу сказать, что я рад, ведь у меня даже нет этой машины. Лучше бы Паттону точность добавили, чтобы был не хуже СТБ-1 или к примеру Е50М. У М48А1 разброс на 100 метров изменен до 0,35. Также будет снижен коэффициент разброса от поворота башни. Стоп, стоп, стоп. Я же только сейчас об этом попросил. Ааа, вот оно как работает. Так может у Шеридана? Не будете забирать ракеты? Нет. У Викер Слайт броня маски орудия будет изменена до 127 миллиметров. Плюс пробитие основным снарядом понерфят до 240 миллиметров. Да, вроде бы не сильно много, всего лишь-то 5 миллиметров, но, скажу честно, мне не так сильно десятка-то и зашла, чтобы ее прям брать и нерфить. Девятка реально им будет в топе, а вот десятка, ну чаще цацет. Поэтому тут вообще не по делу нерф. Ну чисто мое мнение. По идее, пробой у Викер СЦР будет теперь тоже похуже. А вот не самый любимый, как по мне, бачат или же батик постараются апнуть так, чтобы привлечь к нему хоть какое-то внимание. Лично у меня он давно пылится и катать после Шеридана вообще не возникало желания. Я-то знаю, что с ними обычно делают-то в рандоме. У французов-то по жизни вечно белый флаг. Ну кто в курсе, тот поймет. Так вот, перезарядка снаряда внутри барабана будет снижена до 2,8 секунды. Сказать, что это прям подымет машину на новый уровень нельзя. Вот имба начинается на 2,5 секунды, но, видимо, слишком большой риск. Поэтому дали что-то среднее. Ну, нате вам, как говорится, 2,8 секунды и не жалуйтесь. Еще одного мамонта решили воскресить. На этот раз речь идет о немецком тяжелом танке девятого уровня КП ФПЗ-70. Пробитие кумулятивным снарядом увеличено до трехсот десяти миллиметров. Хапнули всего лишь на пять миллиметров. Плюс урон будет увеличен до 490 единиц. И это нифига не смешно, как по мне. Разница вообще незаметна. Всего лишь на десять единиц. С учетом ВБР вообще не почувствуете никакой разницы. А вот Хелкот или ведьмочка как была самой донной плане ДПМ, так и осталась. Джексон ДПМ получил выше в обновлении 7.4, а про ведьму забыли. Поэтому время перезарядки топового орудия будет изменено с 8,5 секунды до 6,5 секунды. Но кто смотрел мой видос ПТ самым низким ДПМ знает, как сейчас страдает много техника на шестом уровне. Вот и пытаются, видимо, все апать. Ну а также ждут иные правки техники из шестого уровня. Подробный список мы узнаем чуточку позднее. Как по мне патч получился очень насыщенным в плане нерфов и апов. Пишите в комментарии, что вы думаете на этот счет. Вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой инстаграм. Зачем? Да я сам не знаю. Вы лучше на канал подпишитесь и на колокольчик нажмите. Вот это будет реально полезно. Всем хорошего дня и самое главное танкисты. Играйте только в качественные игры, если вам, конечно, есть чего играть.